Книга «Открытым оком», тема «Женщины», 8 том, вопрос 2183. «Какое самое действенное средство было у врагов против верующих? Отчего они теряли свою силу?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Весьма успешны были действия через женщин» – Сирахова, 25-27. «От женщины начало греха, и через нее все мы умираем». Хрисанф. Память 19 марта. Наставляемый пресвитером Карпафором, Хрисанф в несколько месяцев постиг тайны Божественного Писания и затем принял от него святое крещение. И настолько утвердился Хрисанф в христианской вере и утвердился в любви ко Христу, что по истечении семи дней от крещения своего открыто начал проповедовать в народе Христа Сына Божия. Узнав об этом, домашние родственники дали такой совет полемию. Если ты хочешь отвратить сына от христианской веры, то сделай так, чтобы он пребывал на свободе и пользовался удовольствиями. Найди ему красивую и умную девицу и сочетай его с ней браком, и он тогда позабудет о христианстве. Обучи с ним и жени, обручи с ним и жени его на образованной и умной девице, и она, хотя бы он и не желал жениться, живя с ним постоянно, приведет его к плотскому совокуплению с собою и отвратит от христианства. В этой борьбе он показал себя непобедимым воином Христовым, отказавшись совершенно от вкусных кушаний и сладких напитков. На девиц же тех смотрел, как на аспидов, избегая прикосновения к ним, как к змеям, и пребывал все время в молитве. И ныне я, Господи, смиренно умоляю Тебя, дай мне помощь на этих зверей и змей, с которыми меня в одном месте заключил отец. И как спят заколдованные змеи, так спят во время молитвы моей эти нечестивые девицы, чтобы не могли возбудить в моем юном теле плотского похотения. Бытие 29.20 И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И встретил Иаков в долине Рахиль. Он ей поклонился, как странник бездомный, стада подымала горячую пыль. Источник был камнем завален огромным. Он камень своей рукой отвалил и чистой водой овец напоил. Но стало в груди его сердце грустить, болеть, как открытая рана. И он согласился за деву служить семь лет пастухом у Лавана. Рахиль, для того, кто во власти твоей, семь лет, словно семь ослепительных дней. Но много премудр сребролюбец Лаван, и жалость ему незнакома. Он думает, каждый простится обман во славу Лаванова дома. И Лию незрячую твердой рукой приводит к Иакову в брачный покой. Течет над пустыней высокая ночь, роняет прохладные росы. И стонет Лаванова младшая дочь, терзая пушистые косы. Сестру проклинает и Бога хулит, и ангелу смерти явиться велит. И снится Иакову сладостный час, прозрачный источник долины, веселые взоры рахилиных глаз и голос ее голубины. Иаков, не ты ли меня целовал, и черной голубкой своей называл? Анна Ахматова, 25 декабря 1921 год.